Гомельский центральный рынок один из буйнейших в области реализаторов сельскохозяйственной продукции. Зараз за месяц тут продается до 370 тонн садовиной Городины. В среднем это отримывается 12-14 тонн на протягу дня. Для реализации урожая на рынку постоянно працуют 13 гандлевых лотков. Оба вложив в Союзе кажут, что и птутся отримывать цены на минимальном акчемом узровне. В отворотном выпадку реализовать усе нарыхтованное будет вельми проблематично. При том, что подчас кермашов в выходные, когда конкуренция особливо значная, их цены могут сменьшаться еще на 10-15%. Была самая дорогая продукция – зелень по 5 рублев 72 копейки за килограмм. Сиротка самого танного в этом году – капуста по 27 копеек, бульба по 30, цебуля и моркова по 33. Продавцы констатуют, мода на замежную продукцию застается в минулом. Все незначным попытом корыстается тое, что выращено на белорусской земле. Приходят, берут сетками, заготавливают на зиму и капусту, и картошку, и яблоко, и всю продукцию. Фасоль берут, клюкву. Именно спрашивают, что белорусская продукция. Им кнение набывать шмат и рабить запасы на зиму – особливость психологии людей, якие, если памятуюсь минулые часы с пустыми полицами, и у лепшем выпадку продажем у специализованных крамах сапсаванной сельскохоспадаршей продукции. Але с того часу шмат чего-то изменилось, и на явности сучасных сховища уже никто не здивляется. Инша справа, что протяглая спайкотная надвора не самым лепшим чином уплывая на ураджайность некоторых культур. По этой причине, тыж яблоки, например, або спажив Союз, все это набывал у Тымлику и у инших областях Беларуси. Хоть и в таких умовах организации Галины уже выплатили поставщикам за набытую продукцию к 30 миллиону динаминованных рублев на 2 миллионы больше леточника, садовины и городины повинны хапить, как минимум, до нового ураджаю. Все районы потребительские общества обеспечили в текущем году прогнозный показатель заготовительного оборота. Все районы работают достаточно стабильно, ровно, сбоев практически в данном вопросе не возникает. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».